Добрый день, дорогие друзья! Позвольте мне представить моего друга Петра Вишневского. Петр является преподавателем факультета права Высшей школы экономики, а сейчас учится в Женевском институте международных отношений и развития. Петь, рад тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, как вообще университет твой отреагировал на эти условия, и как быстро он перешел на онлайн, какие первые шаги были предприняты? На удивление, наш университет начал действовать еще до введения официальных мер Федеральным Советом Швейцарии. Где-то за неделю до этого он выпустил, так сказать, коммуникацию о плане действий, исходя из различных стратегий того, как будут развиваться события. Там было несколько фаз. Вот. И, соответственно, после того, как была эта коммуникация, Федеральный Совет выпустил меры, которые ввели карантин где-то на месяц. Это было в середине марта, они ввели карантин до 19 апреля, сейчас определен. Соответственно, институт уже, исходя из этого, приступил к следующей фазе, которая заключалась в том, что все курсы, весь образовательный процесс был перенесен в онлайн. Соответственно, на весь семестр. Что для меня было сюрпризом, я сразу почувствовал, что что-то происходит не так, потому что эти меры были достаточно радикально, вот. И плюс закрыли библиотеку, соответственно, я успел взять кое-какие книжки, потому что мне надо писать диссертацию, но тем не менее, в условиях неопределенности было как-то неясно, что происходит. Так вот, перевезли все в онлайн, но преподавателям дали возможность подготовиться, то есть на две недели отменили все занятия, и за эти две недели преподаватели с учебными ассистентами уже самостоятельно в рамках своих курсов решали, какие адаптации они проведут, что они сделают и так далее. То есть здесь, конечно же, скажем, институт дает общую политику, а преподаватели уже в рамках своих курсов, они более-менее свободны. Соответственно, сейчас продолжается, да, сейчас, сейчас продолжается этот этап перевода в курсы, институт продолжает адаптацию, соответственно, недавно были меры выпущены, которые касались, так сказать, более полного расслабления определенных мер в учебном процессе. О них я могу поподробнее рассказать. Да, скажу, пожалуйста, первый вопрос. А сохранилась ли идентичность, например, продолжительности курса офлайн и теперь реализуемого в дистанте? Ну, положим, ранее было 12 лекций, то есть каким образом трансформировался образовательный процесс? Используют ли преподаватели, например, открытые онлайн-курсы, либо все преподаватели без исключения свои собственные курсы переводят онлайн? Вот можно более подробно. Хорошо, соответственно, перевод в онлайн, в данном контексте означает проведение лекций через средства коммуникации, такие как Zoom, Google Handouts, сейчас институт думает о приобретении какой-то из платформ, соответственно, это тоже финансовые ресурсы, их тоже надо закладывать. Соответственно, что касается программы, то некоторые, конечно же, адаптировали, перенесли какие-то из, может быть, лекций на поздний период, скомбинировали, но в целом программы идут, соответственно, как они шли, то есть какую-то вот две недели отменили, их как-то вот перенесли и адаптировали. Параллельно сроки сдачи определенных испытательных письменных работ, которые надо было сдавать, их тоже перенесли. Вот, и сейчас лекции ведутся, вот как мы с тобой беседуем сейчас, в режиме онлайн. Поначалу это было непривычно, но в данном формате есть свои определенные преимущества. Многие отмечают, что студенты становятся более активными, они отвечают, задают вопросы больше, там в чате пишут, и преподаватели тоже как-то увидят, что как-то иначе идет, то есть некоторые преподаватели говорят, о, у меня вот я когда читал лекции, никто ничего не спрашивал, я не знаю, почему сейчас все начали спрашивать. Вот, соответственно, пока адаптация идет так. Да, мы тоже заметили, во-первых, посещаемость стала выше, а во-вторых, стали задавать вопросы, кто вообще никогда этого не делал, ни на семинарах, ни на лекциях. Это, конечно, такая положительная тенденция. Следующий важный вопрос, который стоит перед всеми, без исключения университетами, сегодня в России это также одна из таких разбилок, это государственная итоговая аттестация. Каким образом проводить ее в таком же режиме онлайн? Мы понимаем, что, понятно, есть страны с более жестким государственным регулированием, есть страны с большей автономией университетов, и в этой второй модели легче действовать, когда университет может самостоятельно принимать любое абсолютно решение. Вот каким образом этот вопрос решается в целом в Швейцарии и в твоем институте? Вот как будет проходить, например, защита твоей диссертации и аттестация по отдельным курсам? Ну, я скажу, действительно, в Швейцарии каждый институт автономен, а мой институт, он существует в форме, так сказать, частного образовательного упреждения, хотя ранее он был публичным, но тем не менее, каждый институт имеет свою автономию и вводит свои изменения в образовательный процесс. Насколько я знаю, по тем курсам, по которым была предусмотрена сдача, например, письменного экзамена, преподаватели пошли навстречу и предложили студентам, например, написать эссе на определенные вопросы, которые были близки к экзамену, с использованием источников, которые у них есть под рукой, соответственно. Но, так сказать, глубина вопросов, она немного другая, соответственно, и объем ответа эссе тоже чуть больше, чем был бы на экзамене. То есть это тот формат Open Books Exams, когда ты можешь пользоваться всем, но вопрос сформулирован таким образом, что ты готов, ответа в книжке все равно не найдешь. Да, то есть как бы от Closed Books перешли к Open Books. От себя вот только что пришла идея, мысль, могу добавить, что я, конечно, слышал про технологии, которые там предусматривают отслеживание активности пользования во время ответа на вопрос, но, тем не менее, есть тоже другие возможности, например, я знаю, как при трудоустройстве, различные работодатели проводят тесты, тестирование потенциальных сотрудников в условиях сжатых сроков, соответственно, скажем, вот есть тест, там 20-30 вопросов и определенное время на каждый вопрос. Соответственно, здесь нет времени искать ответ где-то и предполагается, что если человек готовился, знает, он сможет ответить. Может быть, это тоже может быть решением. Вот у тебя предстоит в ближайшем будущем завершение обучения. Каким образом будет выглядеть твоя аттестация? Тебе об этом сообщили уже? Да, действительно, институт буквально на прошлой неделе выпустил официальное заявление о том, что принимая во внимание сложные ситуации, в том числе психологическую, студентам очень сложно адаптироваться, они демотивированы в некоторых отношениях, соответственно, мне надо будет сдавать, закончить два курса, написать диссертацию в условиях, когда нет доступа к библиотеке, остается только интернет. Соответственно, институт это все понимает, и сейчас его политика такая, что он идет навстречу студентам, и он дает возможность выбрать по тем экзаменам, по которым могла быть оценка зачет-незачет, либо отказаться от них. Ну, здесь как бы система либо в ЛАРС, можно выбирать, какие курсы можно от них отказываться, плюс в дипломе, который будет выдаваться, будет отдельной графой указано, что студент заканчивал этот семестр в условиях карантина, в условиях пандемии COVID-19. Соответственно, сроки сдачи диссертации тоже перенесли, то есть у меня есть возможность больше времени на исследование, и академические руководители были уведомлены о том, что когда они будут оценивать, или давать комментарии, или потенциально, здесь система такая, что я пишу диссертацию под руководством профессора. Есть второй профессор, который тоже читает диссертацию. Перед тем, как я ее загружаю в систему, здесь нет такой формальной защиты, чтобы я выходил, соответственно, это все происходит онлайн, есть сроки сдачи диссертации, и после того, как их посмотрел мой руководитель и второй профессор, уже диссертацию смотрят комиссии, у нее там какое-то время на это есть. Соответственно, сроки все были перенесены, и более того, предусмотрели даже, что в исключительных обстоятельствах могут перенести срок еще на 6 месяцев. В связи с чем, весь студенческое сообщество, конечно, обрадовалось, потому что некоторые стали говорить, что институт дал ключи от королевства, но, тем не менее, мы все понимаем, что условия тяжелые, и, конечно же, закручивать гайки, наверное, было бы не самым лучшим решением. Да, спасибо тебе большое, я желаю удачи, успеха в преодолении этого сложного периода и хорошего окончания университета. Спасибо, Семен. Пока-пока. Спасибо.